Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Малик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка. И у нас сегодня с вами очередная тема. Не забывайте подписываться, делиться со своими близкими, знакомыми, родными. И тема сегодняшнего урока — то есть 22-я тема. Это тема харфу Гойн. И слова, которые здесь будут представлены, новые слова, будут иметь в составе эту букву. Новые слова. То есть достичь, достиг чего-то. Ир, пустой. Ры-де, ры-де. Это, может быть, пища. Да, пища. Или еда, да, ну, пища. Какие слова здесь и предложения? Да, буква Гойн, во-первых, она пишется. Позиции в начинании мы видим на строчке, да. У нее такая, как сказать, кружочек, да, который не закрытый до конца. И хвостик, который должен был быть внизу, он поднимается на строчку, да, потому что, если мы говорим в отдельности, то Гойн вот так пишется. И то же самое про букву Айн, да, только здесь есть еще в этой букве точка. В середине у нас есть соединительная линия, и буква уже пишется в виде такого, можно сказать, почти треугольничка закрашенного с точкой, опять же, и с соединением следующей буквы. В конце уже этот хвостик опускается вниз, и в отдельности, если буква с ней не соединяется, пишется полностью тоже с точкой. Так, слово РИЗЕ, да, пища, и предложение здесь ГЭЗЕ, РИЗЕ, УКЕ. ГЭЗЕ, РИЗЕ, УКЕ. То есть это твоя пища, да, это твоя еда, скажем, это твоя еда. Мы видим ГЭЗЕ, указательное местоимение, РИЗЕ, У, это уже само слово, плюс слитное местоимение КЯ, твоя, да, поэтому твоя пища, уже как МУБАФ и МУБАФИЛЕЙ. Далее мы смотрим, следующее слово у нас САГИРАТУН. САГИРУН, маленький, САГИРАТУН, у нас здесь в окончании есть Тамарбута, который указывает на то, что это слово будет использоваться уже с женским родом и само является словом женского рода, так как Тамарбута в своей, он как бы такой в большинстве случаев, да, как раз является указанием на то, что слово женского рода. САГИРАТУН, маленькое. И предложение ФАЛТИМАТУ, БИНТУН, САГИРАТУН. ФАЛТИМА, маленькая девочка, да, у нас СЫФА, определение согласуемое, стоит после определяемого слова БИНТУН. БИНТУН хоть и не имеет Тамарбута, имеет обычную ТА, но мы понимаем, что девочка – это слово женского рода, поэтому согласуемое определение, соответственно, имеет Тамарбута, что указывает на то, что это женский род. Род – число единственное, падежда, он в конце и состояние неопределенности, и таким образом это слово полностью согласуется с словом БИНТУН. Следующее слово БАЛЯГО, да, БАЛЯГО, достичь, как бы достигать. БАЛЯГО АХМЕДУ САБИАТА, АХМЕД ДОСТИГ СЕМИ, имеется в виду СЕМИ ЛЕТ, да, возраста СЕМИ ЛЕТ, то есть использует это слово также вот в значении достичь как бы какого-то возраста. АСАБИАТА, здесь порядковое числительное, да, седьмого, как бы седьмого года своего рождения. БАЛЯГО АХМЕДУ САБИАТА, или АСАБИАТА, АХМЕД ДОСТИГ СЕМИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА, да, самого слова, там, год или возраст здесь нету, но в контексте это понимаем. Следующее, ФЕРИГУН, ФЕРИГУН, это ПУСТОЙ, да, то есть в котором ничего нету, ПУСТОК. И предложение, АССУНДУКУ ФЕРИГУН, то есть СУНДУК или КОРОБКА, КОРОБКА ПУСТАЯ, да, СУНДУКУ, здесь АССУНДУКУ, СЛОВО, ПРО ЧТО МЫ ГОВОРИМ, ОНО, ЯВЛЯЕТСЯ В МУЖСКОМ РОДЕ, ПОЭТОМУ ФЕРИГУН ТОЖЕ ИСПОЛЬЗУЮ В МУЖСКОМ РОДЕ, то есть КОРОБКА ПУСТАЯ. Далее у вас есть еще дополнительные упражнения, некоторые аяты, в которых есть слова или слова с этой буквой, буквой РАЙН на чтении. Также вы можете познакомиться с тем, как пишется буква РАЙН отдельно и прописать, то есть задание на то, чтобы прописывать. И следующее упражнение на то, чтобы прочитать и прописать данные слова. Некоторые из них уже они известны, некоторые еще нет, и мы познакомимся с ними. И которые я не укажу, по каместь мы их не будем брать. САГИР ГОФУР МАШГУЛ РАГИФ ФАРИГ ГОСАЛА ГАНИМ ГАБА ГУЛАМ ГАДАРА ГАЛИБ ГАДИБА РАГИБ БАДРУН ГАЛИБУН ГАРИБ ГАДАРА ГАДА 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 ГАД у которого нет свободного времени, можно сказать, занятый каким-то делом. Также глагол «гасаля» это «мыть». Мыть или, может быть, мыться, смотря какой контекст дополнительные слова. «Габа» это «отсутствовать». «Гадаро» «покидать». Например, уходить, как бы, да, покидать комнату, покидать помещение или город, например, уезжать. «Гадаро». «Гадыбе» это «разозлиться» или «злиться». Вот. Дополнительно еще у вас есть слово «гариб». «Гариб» это странный или, может быть, незнакомый, смотря от какого, ну, контекст, да, может быть, незнакомый. То есть «бадрунталибу» «нухариб». То есть он, как бы, незнакомый студент, «бадр», да, незнакомый студент или, может быть, сказать, какой-то, ну, не из нашей группы, да, как бы, иностранный в плане, ну, неизвестный для нашей группы. Далее у вас идут упражнения на такую звуковую отработку таких букв, как буква «ав» и «гань», да, так как они очень близки по своему произношению, по «махараджу», но, тем не менее, отличаются, конечно. И так вам следует читать, повторять, иншаллах, чтобы отработать произношение этих букв, да, то есть упражнения на артикуляцию. Первое упражнение Это первое упражнение. Второе упражнение вам нужно поставить номер того слова, первое, второе или третье, в котором есть буква «гань», да, например, мы видим здесь «гама», 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 и стоит номер один, потому что это вот первое слово. Напоминаю, мы смотрим справа налево, поэтому вот первое. И разные слова, их читайте и делайте упражнение. следующее упражнение на распознавание буквы «гав» или «гань» в словах, да, то есть здесь у вас даны слова, вы рядом пишете, какая буква в них присутствует из этих двух, или «гав», или «гань». например, «гур-ан», и что написано «аль-харфу», «гав», да, потому что здесь «гав». «гур-аб», «аль-харфу», «гайн». Конечно, здесь такие, такого рода упражнения, они более эффективны, конечно, когда вы в классе, да, учитель читает, вы не видите и на слух определяете, это «гав» или «гавань». Ну, здесь вы видите, как бы упражнение встает на порядок легче, да, потому что вы только глазами уже можете определить, что за буква, а вот на слух еще нужно потренироваться и их различать. Следующее упражнение «гавактуб», то есть нужно прочитать и прописать эти слова, опять же, с буквой «гав» или с буквой «гайн». «газыр», «рагиф», «барку», «бэлиг», «ганим», «гиляф», «гави», «гадир», «гадир», «гальб». Читайте, прописывайте, опять же, отрабатывайте эти буквы. Следующее, пятое упражнение у вас даны буквы, их нужно расставить в правильном порядке, чтобы у вас вышло целое слово. Например, буква «а» есть, буква «ав» и «ри». «Ра» с долгим «и». То есть, например, «парико» как вариант. И другие также делайте слова. И последнее упражнение здесь. Это упражнение интересно тем, тем, что из составленных вот в пятом задании первой его части слов, их четыре, вы составляете из этих слов свои предложения. И предлагаю вам, тем, кто хочет, чтобы эти предложения были проверены, писать их под этим видео, когда вы выполните упражнение. Иншалла. Итак, наш урок подошел к концу. Благодарю вас, что были со мной и изучаете арабский язык. Напоминаю, что мы уже движемся к завершению изучения данного учебника, что, соответственно, приближает иншалла нас к началу уже следующего уровня. Не забывайте здесь закрепить, выучить все слова. Если есть вопросы, задавайте их под видео. Иншалла, я буду отвечать на них или в последующих видео, или если вопрос не занимает много времени, его можно объяснить. Комментирую под постом или под видео ответ на этот вопрос. Чазякум лагу хайран. Ассаляму алейкум. Ва рахматуллахи. Ва ракяту.